Задача участников новой конкурсной номинации 12 фестиваля ступени представить и защитить свои исследовательские работы. Предмет научного изучения это в первую очередь творчество наших земляков-художников. Мы решили развернуть поток интереса детей именно где-то может быть с научной точки зрения. С точки зрения познания своих земляков, с точки зрения того, что мы живем на этой земле и рядом тоже есть люди, которые работают в искусстве, оставляют свой след в искусстве. Каждый участник конкурсной программы выбрал для изучения наиболее интересную для него тему. Исследовательская работа Ксении посвящена выдающемуся художнику-анималисту и зоологу Владимиру Смирину, чей проект «Атлас млекопитающих СССР» считается единственным в своем роде. Он знаменит тем, что сделал очень много набросков, около четырех тысяч. Это только часть из них, которая предоставлялась для его проекта. Он рассказывал о поведении животных, подкреплял свои записи рисунками и своим личным отношением к ним. Номинация искусства «Знать, любить и видеть» предполагает не только изучение творчества художников, а исследование самых различных проявлений окружающего мира. К примеру, группа ребят из Одинцовской школы номер три изучила традиции, культуру и быт донских казаков и даже коснулась этимологии самого слова «казак». Многие историки считают, что с тюркского это означает человек, который не объединен домашним очагом и семьей. Другие считают, что с монгольского это защитные границы. Но еще есть вариант, что это слово обозначает стража или передовой. В целом фестиваль «Ступени» включает в себя несколько номинаций в различных сферах искусства – от декоративно-прикладного до театрального. Победители каждой номинации будут награждены в апреле на Большом галоконцерте. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».